Эй, привет! Как твои дела? С тобой до воды мы, как ты понимаешь, сегодня у нас будет обзорчик-новиночек от компании Bonch. И в этом обзоре я хочу тебе сказать то, что здесь я тебе не буду затирать в уши, что-то придумывать, и самое главное, вешать лапшу на уши. Мы разберем данные новиночки как есть, откритикуем, скажем, что не так, что круто, что не очень, и ты уже сделаешь выводы. Так что погнали! Компания Bonch за этот месяц презентовала очень много новиночек. Давай разберемся. Первая – это чашка Bonch Bowl Turkish. Другими словами, турочка, я тебе ее сейчас покажу, пока сможешь посмотреть вот так. Далее у нас идет новый вкус – марцепан. Здесь нужно уточнить очень маленькую, но ценную вещь. Как ты знаешь, компания Huka Club Show в лице Аси Закатовой на эту выставку придумала прикольный конкурс. Кто же из производителей откликнется и сделает ее любимый вкус под названием марцепан. Но так сложились обстоятельства, что и без Аси, и без Huka Club Show компания Bonch хотела сделать вкус марцепан. Поэтому марцепан от компании Bonch не нужно никак приписывать к выставке Huka Club Show. Все как бы и до этого было придумано. Просто ебать сложились обстоятельства. Погнали! Да, у меня есть две баночки, маленькая и большая. Далее, еще одна новинка от компании Bonch – это вот такая вот доска в виде сигарного листа, очень стильно сделанная и так далее. Ну, отсюда мы уже давайте, наверное, начнем обзор всего этого. Но скажу я вам так, что она мне крайне непонятна. Так вот она неустойчивая. Вот так здесь очень много текстуры, в которой будут забиваться табак, муассели и прочее, прочее, прочее и так далее. Поэтому эта доска, наверное, больше для души. Вот ты такой спишь и знаешь, что у тебя есть доска от компании Bonch. Примерно так. Она также будет продаваться, скорее всего, на выставке. Если вы коллекционируете доски, либо ты сейчас на нее смотришь и понимаешь, что вау, я бы на ней бы сделал бы это, бы это, то, пожалуйста, покупай. Так, марципан. Как ты видишь, он у меня абсолютно запечатанный. Я его еще не пробовал, не курил и не знаю, что вообще это за вкус. А как таковой марципан в чистом виде я не ел. Единственное, где я пробовал марципан, это был у нас шоколадки Ritter Sport, где был Ritter Sport плюс марципан. Это единственное, что я как бы пробовал из марципана, но в чистом виде нет, нет, нет. Также для меня слово марципан, в первую очередь, почему-то ассоциируется с сыром. Я не знаю, почему, но марципан для меня это сыр. Но, как мы знаем, это не сыр. Ладненько, давайте откроем и понюхаем, как же это все пахнет. Один в один марципан из Ritter Sport. Ну, друг мой, как ты знаешь, то, что пахнет с банки, не всегда будет круто пахнуть в самой чашке. Ну, бля. Это здорово, пахнет здорово. Любителям чего-то необычного, гастрономического, любителям на пару раз, сойдет. С этим мы разобрались, как пахнет. Давай смотреть, что у нас в чашечке. Сигар Бол Бонч. Конгрессуэйшн, you have a bunch. Есть штрих-код bunch.ru, да, он, скорее всего, отправит тебя на сайт. А, вот, собственно, есть крючок. Я его сюда положил. Есть крючок, это для того, чтобы вы подвесили вот так вот свою бончевскую досточку, как будто это лист табачный, да, он очень похоже так же висит. И она у вас просто красовалась где-нибудь на стене. Но очень здорово это будет смотреться в магазинах, где вот стоит такая досточка, и висит и рядом стоит бонч, очень здорово. Теперь идем по чашке от компании Бонч, которая у меня вызвала очень много негодований, когда я ее получил и потрогал вживую. Ну, давайте, наверное, разбираться по чашке. Я буду забивать, красиво, эстетично, и вам потихонечку об этом рассказывать. Смотрите, чашка, она полностью глазурированная. Она тяжеленькая, где-то на 210-180 грамм по весу. По объему сюда залезет максимум комфортно, чтобы покурить без касания грамм 15 бонча. В рыхленькую очень хорошо. По внешнему виду она без дефектов, прикольно, очень прикольно сделана гравировочка. Не просто какая-то печать, а именно как будто выгравировали в глазури бонч. Очень здорово. Теперь, что меня в этой чашке напрягает? Меня напрягает, что это очень похоже на чашки от компании Мия, которые были полностью глазурированы. Помните такие, да, керамические? И вот, меня это очень смущает. Во-вторых, меня смущает, что она абсолютно полностью на глазури. С калаудом-то, возможно, и не возникнет проблем, но с фольгой как быть? Ведь бонч гораздо круче курится на фольге, но при этом его можно спокойно курить на калауде, но желательно на фольге. Так, ну, короче, я выложил, а здесь у меня эта баночка идет на 30 грамм, как раз ровно половинку я отсюда вот туда положу. Давайте мы потихонечку все это вот так вот разложим, аккуратненько, аккуратненько. Да, ровно на половиночку. Бонча сюда в самый раз. Так, я всегда делаю отверстия, немного приподнимаю табак от отверстия, чтобы было прямо вообще по-божественному. Марципанчик пахнет здорово. Теперь идем, наверное, к самому интересному, как же все это у нас работает на фольге. Потому что, как мы знаем, по глазури фольга скользит, просто мама не горюй. Доска оказывается не очень удобной, но она красивая, не спорю. Погнали, давайте посмотрим. Пока вроде все окей. Натягивается, тоже все окей. Но вот тут у нас начинается маленькая проблемка. Это вот это. Все. В фольге не за что зацепиться, фольга очень соскальзывает. Даже если вы прямо ее затянете, затянете, она начинает вот так вот скомковаться. Не есть хорошо. И когда мы сюда положим угли, то получится, что под нагревом фольга немного расслабится, и она будет уезжать вам на табак. Поэтому чашечку под фольгу, наверное, будет очень неудобно использовать. Но мы это проверим. Может быть, она вообще будет некурибельна сейчас. Просто перегреется, мама не горюй из-за глазури. И все на этом. Ну а ты, мой друг, прямо сейчас не переключайся, потому что я пошел поставлю уголечки, прогрею это все как положено, и мы взорвем с тобой марципан и сравним, насколько же марципан от компании Бонч так же пизда-то курица, как он пахнет с упаковки. Ну что, короче, мы уже раскуриваем все, это уже пробуем, уже все нормально курица. Но перед этим хочу вам кое-что сказать. Я, короче, перетянул фольгу, потому что той прям стало очень плохо, и заодно решил померить на классическом калауде, что из этого вообще выйдет. И понял, что на классическом калауде этот маленький хот-шот от компании Бонч прям миллиметр в миллиметр, тютелька в тютельку, еле как садиться правильно под калауд. Прям вот надо вот так прям выравнивать, чтобы все дырочки были нормально, все было на месте. На эту чашку на фольге 4 угля просто-напросто не залезло, и это очень круто, это очень здорово, потому что на то это и есть хот-шот, да? Я не могу назвать эту чашку туркой, но уж простите меня, компания Бонч, но турки, блядь, всегда были с хорошим объемом, блядь, маленьких турок не бывало, блядь, никогда. Для тех, кто будет вкус марципан пробовать в первый раз, я вас сейчас предупрежу, потому что когда я только это все раскуривал, у меня было дичайшее негодование, а я не понимал, думаю, блядь, да компания Бонч не могла такой хуйней заморочиться, блядь, да не могли они так сделать, либо это ошибка, либо что-то еще, но покуря 4-5 минут, я понял, что все окей, предупреждаю, смотрите, ребят, когда вы забьете марципан, чтобы попробовать себе на любую чашечку, будьте готовы, что первые 3-4 минуты вы будете курить одну базу, да, вы будете курить чистый сигар, очень схож со вкусом базы от компании Бонч, я вас предупреждаю, но по истечению 4-х минут, как у меня сейчас, очень ярко начинает раскрываться марципан, я вас просто предупреждаю, чтобы вы, как и я, не сделали заведомо ложных предположений заранее, то есть немного нужно подождать, чтобы марципан, вкус раскрылся, чтобы аромка прогрелась, и все нормально курилось. Теперь давайте шустренько подведем итоги. Наверное, начнем с досечки. Досечка крутая на самом деле, она очень эстетичная, она очень красивая, и на ней постоянно охота что-то делать, но на ней неохота вообще ни разу забивать, либо вообще как-то ее подкреплять к работе с табаками, вообще с любыми, никак. Потому что, как я и говорил, очень много текстуристости, и здесь тоже, собственно, вы ее заебетесь вымывать, а вымывать ее часто, вам просто не хватит вот этого масла от компании Bunch, которое заранее приготовили. Так что я думаю, купите эту доску, это крутая доска, она в коллекции не помешает, но работать на ней очень неохота, потому что она очень красивая, и портить ее тоже этим неохота. Далее, что касается чашечки. С чашечкой, как я и говорил, у меня, ну, прям вот вообще неоднозначность, ни туда и ни сюда. Она прикольная, но то, что она вся глазурированная, как бы идет перегрев и прочее, даже сейчас я понимаю, что, ну, такое себе. Что еще хочу сказать по чашке? Объем решает. На самом деле, курить Bunch, а это довольно-таки не дешевый сегмент табака, то на ней курить в самый раз. Либо на каких-то фаннелах, да, но на больших каких-то глубоких чашках, где расход 25 грамм, накладненько. Но если ты мажор и вытираешь жопу деньгами, забивай хоть на чем, хоть даже на обычном большом апгрейде, как бы тебе будет без разницы. Еще, что касается теперь самого продукта, а именно вкуса марципан, пахнет здорово, пахнет ебически, пахнет прям реально, как литер-спорт с марципаном. Но во время курения, я вас уже об этом предупреждал, вы столкнетесь с такой бедой, что первые 4 минуты вы будете курить базу. А сейчас уже чистейший марципан с хорошим таким фоновым оттенком табачного листа. Очень здорово. Но не знаю, насколько меня хватит с этим вкусом на соло, потому что специфичный, потому что гастрономии, ее на меня надолго не хватает. Но в миксах, я думаю, прикольно. Я даже уже придумал пару миксочков, можете попробовать, если у вас есть бонч. Я бы взял бы, наверное, марципан, немного оливок и добавил бы немного ананаса. И я думаю, получилось бы очень здорово, живненько, прикольно. Так что, ребятки, вот такие вот у нас новиночки от компании Бонч. Не забудь к ним 1, 2 и 3 мая, если будешь в Санкт-Петербурге на выставке, зайти и попробовать какие-то новиночки, а возможно и выиграть что-нибудь, если будут проводиться розыгрыши. А самое главное, возможно, ты что-нибудь отхватишь бесплатненько. Так что, обязательно подходи, хотя бы ради того, чтобы прокурить новиночки, если у тебя реально не хватает денег покупать продукт компании Бонч. Все бывает, люди все разные, у кого-то большой доход, у кого-то маленький, я никого не осуждаю. Так что, ребятки, всем пока-пока, это был Дава Дым и такой вот у нас добренький обзорчик. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова